С начала года в Омске зафиксировано 1549 случаев заражения ВИЧ. 238 человек умерли из-за этого заболевания. Медики говорят, в основном это люди, которые отказались лечиться или прервали прием препаратов на долгий срок. Причем перерывы, уверяют в Омском Минздраве, случаются только по воле самих пациентов. Необходимые медикаменты есть на всех. У нас не было таких случаев, чтобы пациентам было отказано в терапии. И главный врач мне не даст соврать, что у нас всем пациентам назначенной терапией предоставлялись лекарственные препараты. Однако существует сайт, где можно написать о проблемах с поставками. Он так и называется – Перебой.ру. 18 октября на странице появилось сообщение о томича. Он утверждает, что препарата, который ему прописали, нет в наличии, поэтому таблетки заменили. Но из-за нового лекарства пациент может почувствовать себя хуже. Так и получается, что по факту лечение в спид-центре не прервали, но оно стало менее эффективным, считает пациент. В нашем спид-центре постоянные перебои с препаратами. Вместо Абакавира мне назначают Зидавудин, хотя по всем показаниям он мне противопоказан. Два месяца назад я был вынужден его приобретать сам. Спустя два месяца его снова нет в наличии. Я являюсь инвалидом второй группы и не могу себе позволить покупать препараты самостоятельно. Да и непонятно, почему я должен это делать. За три года мне без всяких на то оснований сменили четыре схемы. На сайте обратившемуся рекомендовали написать жалобу на имя главного врача, а исходя из ответа решать, что предпринять дальше. Неоднозначность с обеспечением лекарствами в Сибирском федеральном округе есть, подтверждают вышестоящие коллеги. Но Омск область среди проблемных регионов не называют. Это проявилось в прошлом 2016 году. И вот яркими примерами, наверное, являются это перебои в обеспечении лекарственными препаратами пациентов в Алтайском крае, Республике Хакасия и Томской области. Доктора вынуждены были приостановить назначение препаратов, вновь принимаемым на лечение пациентам. То есть они отсрочили назначение препаратов тем, кому, по сути дела, уже нужно было назначать. Но, тем не менее, во всех этих регионах сохранили на лечение тех, кто его уже получал. Между тем о перебоях с выдачей лекарств в МИЧИ сообщают уже не первый раз. Похожую историю летом этого года Антенни-7 рассказал еще один мужчина. Ему заменили таблетки на аналогичные. Но из-за этого перехода у пациента начался сложный период адаптации к препарату, что не может пройти даром для человека с ослабленным иммунитетом.